Дмитрий Борисович, пожалуйста, поделитесь своими первыми впечатлениями об игре. Потом будут вопросы. Я не знаю, будет ли много вопросов, но комментарий у меня будет в принципе краткий. Потому что смысла я не вижу комментировать какие-то эпизоды игры, саму игру, моменты, тактику. Это все на данный момент для нас как бы второстепенно. Я не могу требовать футболистов работать на максимуме, когда мы перед игрой едем на автобусе 500 километров. Мы приехали сегодня, поэтому я только могу сказать вам спасибо за самоотдачу, за характер. И выглядели мы сегодня, я считаю, достойно. Пожалуйста, вопросы. Это дело касается материального положения Куба, да? Да. Нам остается только надеяться, что в ближайшее время ситуация поменяется. И будет на нашей улице праздник. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Павел Владимирович Гусев, главный тренер футбольного клуба Фатева. Вашему вниманию, Павел Владимирович, ну как обычно, традиционный комментарий последствия. Тяжелая игра, тяжелая победа. Тяжелая победа. Очень сложно играть, мы знали, изучали соперника. Полагали, что такая игра будет вязкая, что они будут играть от обороны. Что будут, они три четверти поля отдали нам и десять человек в обороне. Взломать такую оборону крайне сложно. Хорошо, что удалось. В первом тайме хорошая фланговая атака с завершением. А так, очень сложная игра. Ну, поздравляю. Ребят молодцы, что выиграли ту игру. С турнирной точки зрения она очень важна нам, эта победа была. Все, поэтому всех поздравляю с победой. Пожалуйста, вопрос. Павел Ильич, в отсутствии разгоняющую атаку Николая Живяевна сегодня... Должны были разгонять атаку Бикетов и два фланговых полузащитника. Бикетов сыграл явно ниже своих возможностей, ниже своих возможностей. Потерь очень много было, много поперечных передач. И фланговые игроки задание было дано максимально широко. Если в первом тайме и до замены Турик пытался ширину растянуть по ширине, фланговым полузащитникам было дано задание, то Альшин, скажем так, не совсем справился с этим заданием. По первому тайму он все время сваливался в середину сюда, и фланг у нас справа и практически не работал. Редактор субтитров А.Семкин